Кроме школы и двух детских садов, в микрорайоне могут появиться спортивный комплекс с бассейнами и универсальными спортзалами, футбольные поля с искусственным покрытием и даже гимнастический городок. Предлагается построить и молодёжный клуб, а также провести реконструкцию улиц Пластунской и Краснодонской. По мнению вице-мэра Вадима Снегирёва, сейчас важно запланировать размещение именно тех социальных объектов, которые позволят улучшить качество жизни сочинцев. Генеральный план разрабатывается на 20 лет. Это говорит не о том, что объекты будут в течение 20 лет строиться. Это говорит о том, что сейчас стратегически определятся, вы определите, что будет в этом микрорайоне. И в течение 20 лет эта картинка в вашем микрорайоне меняться не будет. После утверждения конкретно по каждому объекту будет приниматься решение в части строительства. Я имею в виду сроки реализации проектов, технически реализовываться будут проекты и так далее. Говорили и о дне сегодняшнем. Жители микрорайона задавали вопросы о ремонте дорог, благоустройстве общественных территорий и проблемах ЖКХ. Все обращения зафиксированы, их исполнение взято на контроль. Обсудили и работу управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. В микрорайоне КСМ работает 12 таких организаций. К некоторым из них есть претензии. Нарушителям выдано предписание об устранении выявленных нарушений. По программе капремонта в домах по улице Труда в этом году запланирован капремонт крыш коммунальных сетей и замена лифтов. Выполняются и наказы жителей, занесенные в паспорт ТОС. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирована проезжая часть на улице Кипарисовой. Обустроена детская площадка, проведена очистка более 20 ливневых колодцев. Без внимания никто не остаётся. И ремонты домов, и деревья, кронирование деревьев. У нас в Совете ТОС 5 человек. Женщины, которые выросли здесь и домком, и там 20 домкомов, они постоянно никому не дадут спать. Они постоянно этот вопрос, тот вопрос. И мы в рабочем порядке решаем. Как сообщил местный участковый, оперативная обстановка в микрорайоне стабильная, но напомнил, что после 22 часов юные сочинцы должны находиться либо дома, либо под присмотром законных представителей. Говорили и о требованиях пожарной безопасности, в том числе о правилах парковки и установке шлагбаумов для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова